Всем привет! Меня зовут Ольга. У меня здесь на столе сейчас огромный-огромный склад всяких-всяких игрушек, всего-всего тут у меня наставлено, потому что сегодня я снимаю видео о готовых работах октября месяца. Сегодня 30 октября, завтра последний день, но в принципе я вам расскажу, что я планирую за сегодня-завтра сделать, поэтому в принципе вы эти работы увидите. Так, у меня тут целый такой огромный список того, что я должна вам показать, потому что очень много игрушек будет. Сейчас я по этому списку пойду и буду вам потихоньку рассказывать и убирать на столе для того, чтобы немножко освобождать. Итак, первое, что я покажу, этот месяц я начала с вязания жирафов. В принципе, каждый жирафик у меня вязался за одну неделю, то есть я начинала вязание где-то с понедельника, либо в воскресенье начинала вязать. И у меня получилось вот такое вот семейство жирафиков. Вот этого маленького я связала в самую последнюю очередь. Просто я участвовала в конкурсе от Маши Труноша. Конкурс заключался в том, что нужно было взять ее мастер-класс, платный или бесплатный. И по этому мастер-классу, постепенно уменьшая ниточку по толщине и крючочек, нужно было потихоньку уменьшать и вязать одну и ту же игрушку. И я решила, так как у меня есть крючки 0,55, 0,45, 0,4 и 0,35 мм, заказывала с Алиэкспресс. У меня, кстати, есть в инстаграме ссылочка в вечных сториз, если кому-то нужно, проходите, там оставлю. Вот, и, значит, я решила вязать из одной ниточки мулине. В принципе, жирафики получились по уменьшению. Ну, значит, вставлю вам фотографию, чтобы вы видели, что они по лесенке так, в принципе, уменьшаются. Самый большой жирафик у меня 2,3 мм, потом идет 2 см, 1,6-1,5 мм и самый маленький 1,3 мм. Я вязала из вышивальной ниточки, по-моему, она без коза или шелк, крючком 0,35 мм. Потому что меня не удовлетворил результат из ниточки мулине. Мулине для крючка 0,35 очень толстая. Все-таки нужно вязать либо шелком, либо вышивальной ниточкой вискозной. Она получается как раз для крючка 0,35 очень хорошо. И причем этого жирафа я вязала достаточно рыхло. Если вязать более плотно, так затягивать петельки, то он получится еще меньше. Я этого не делала, потому что здесь очень много пришивных деталей. Рожки пришивные, ушки пришивные, лапки тут тоже на нитяном креплении. В общем, мороки много, но это того стоило. Этот конкурс очень сильно расшевелил мой инстаграм. И именно эти жирафики покорили сердца многих. Многие девочки пишут, не понимают, как я сделала эти работы. Я там отвечаю на комментарии. Мне очень приятно, что они вызвали такую бурю эмоций. Вот такое семейство у меня получилось. Пока они у меня есть все в наличии. Так, следующее, что я вязала, я, наверное, покажу все работы из марафона, которым я очень недовольна по итогу. Об этом я рассказывала во влоге за последний влог октября месяца. В общем, на марафоне я вязала 11 игрушек, больших и маленьких. И первая игрушка, которую я вязала, это вот такая вот зайка-пампушка, связанная из Ализе Боби Вулл, крючком 1,5. Вот такая зайка. Тут у нее одета резиночка-бантик. Но она очень симпатично смотрится и без этого бантика. Такая милая девочка. Но это не мой профиль игрушек. Не знаю, наверное, подарю маме или кому-нибудь достанется подарок. Продавать я практически все эти игрушки с марафона не хочу, потому что они у меня не профильные игрушки. Так, это была первая игрушка с марафона. Следующее, что я покажу с марафона, давайте я не по порядку вязала, а как получалось. Вот этот вот кот тоже вызвал бурю эмоций. Давайте я подниму немножко выше экран. Вот этот вот котик. Значит, кот связан из ниточки Ализе Махер Ботик. И потом начесан пуходеркой и липучкой для одежды. Глаза это кабошоны, зрачки нарисованы черным лаком, носик из полимерной глины. Приклеивала я на клей. По-другому никак не креплюсь. У меня игрушки сувенирного типа. С ними дети, в принципе, могут играться. Но для активных игр, когда дети таскают вот так вот за лапы, бросают везде и вообще неаккуратно обращаются с игрушками, эти игрушки не подходят. Эти игрушки для того, чтобы стоять на полочке и вдохновлять тех, кто их приобрел. Или кому эти игрушки подарили. Вот такой вот котик. Я его украсила таким шарфиком из Нака Париж. Бэби, по-моему, называется. Она похожа на Нака Париж, но еще с такими вот листиками фетровыми. Вот такой вот котик. Очень хорошо я его начесала, поэтому вот такой эффект. Не видно, что я его вообще вязала, но он связан. Я даже в каком-то влоге показывала, как у меня выглядело изначально полотно. Вот оно такое было. В основном белое, и местами такие крапинки черного цвета, пятнистые. Потом после начеса получилась вот такая вот прелесть. Следующая еще одна большая работа, которую я вязала последнюю. Вообще не знаю, зачем я связала. Мне такие большие игрушки, это не мой профиль. Мне очень тяжело было эту игрушку вязать. Она получилась очень большая, и я просто не знаю, что с этой игрушкой делать. Кому-то подарить, вдруг обидится человек, выставить на продажу. Она очень большая, как ее отправлять. В общем, я не знаю, что с этой игрушкой делать. Вот такая вот козлик Гоша. Связан из Vita Brilliant, Газал Бэби Вулл, и вот эта вот красная ниточка, это Ализе Бэби Вулл, черный цвет, это Ализе Бэби Вулл, белая ниточка, это Vita Brilliant. Вот такой вот козлик. В принципе, он получился очень симпатичный, но я не знаю, что с ним делать. Еще одна игрушка из марафона, это вот такой вот котик Лоуренс, у него в лапках и хвосте проволочный каркас, для того, чтобы он спокойно стоял на полочке. Такой вот серьезный котярка, вот это вот уже более мой ходовой формат, то есть игрушки размером до 15 сантиметров, желательно поменьше, чтобы они были. Вот такой вот котенок смешной. Связан из Ализе Бэби Вулл, и желтый цвет, это, по-моему, все-таки Газал Бэби Вулл. Следующая игрушка из марафона. Так, что я еще там вязала? Я вязала еще вот такую вот ведьмочку, сделала из нее брелочек. Получилась такая старушка-ведьмочка. Практически полностью она связана из Ярнард Ирис, только волосы сделаны из Вита Бриллиант. Такую игулечку я сделала. Шапочка пришита, не снимается. Такая классная бабулечка. Следующие мелкие игрушки. Это вот такие вот две брошки. Их можно носить вместе. Можно еще связать листик осенний, тоже сделать брошку. И вот так вот носить на кофточке. Связанный из Ярнард Ирис. Так, следующее. Это вот такой вот паучок. Он шел как брошечка. Я сделала его как... Как это называется? В общем, как для фотографий, да, показывать. На фотографиях вот такой вот паучочек. У вас скоро Хэллоуин. Как раз завтра. Вот. Можно делать с таким паучком фотографии. Связан из Ярнард Ирис. На него липнет всякая, вся чина. Так, следующий. Вот такой вот домик пряничный. Он мне не очень понравился. Но этот домик понравился одной из моей подписчицы. И она как-то предложила связать похожий домик. И я вот не помню. Или она, или другая подписчица попросила связать елочные игрушки. И, в общем, тут все так сложилось, что я задумала коллекцию елочных игрушек. Я их все уже отвязала. Обязательно вам покажу чуть-чуть попозже. Часть вы там видите где-то на заднем фоне. Но, в общем, вот этот домик, в принципе, сработал как вдохновение. Он мне не очень понравился. Я его решила изменить. В общем, просто вдохновилась. Просто вдохновилась, что могу связать маленький пряничный домик. И вот такая вот игрушка. Вот такой вот ежик по мастер-классу Маши Труноши. Ежик, у которого поворачиваются все лапки и голова. Такой милый ежик. Связан из Янард Ирис. И у меня дочка, когда я вязала этого ежика, она, когда проснулась, она боялась дотронуться вот здесь вот, до вот этой вот меланжевой ниточки черного-белого цвета. Потому что боялась, что это иголки. Поэтому, в принципе, свой эффект иголочек выполняет ежик. Вот такая вот игрушка. И, наверное, это все. Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Значит, я вязала что-то еще. Что-то еще я вязала и не помню, что. Так, а в инстаграме я не посмотрю, потому что у меня... А что я еще вязала? Большие игрушки. Слушайте, не могу вспомнить, что я еще вязала. А! Я вставлю вам фотографию. Вязала я еще единорожку из Ализе Софти. Но эту единорожку забрала у меня сразу младшая дочка. Поэтому я не знаю, где она уже сейчас. Так что опустим это. Так. Дальше. Это я все показала. Дальше я задумала мастер-класс на вот таких вот мышек. Мастер-класс этот уже вышел. Девочки вяжут. Вот такое вот семейство мышек спицами. В принципе, у всех получается все. Он простенький. Я оставлю ссылочку на этот мастер-класс. Если вы еще не вязали, то вяжите таких классных мышат. Не обязательно, чтобы у вас была дома проволока. Можно сделать лапки и ручки из воздушных петелек. Цепочки связать. И сделать магнитик. У меня здесь две мышки с магнитами. Вот они. Две мышки с магнитами. И можно их повесить на холодильник. Вот такой вот классный сувенир. Будет вам новогодний. Также этим мышкам можно связать шарфики. Бело-красные. И красиво украсить. Делать такой новогодний подарок. Поэтому обязательно вяжите по мастер-классу. Мастер-класс в свободном, бесплатном доступе. Следующее. Наверное, я покажу вам вот этих вот свинок. Значит, эту одну свинку, вот эту вот, я связала. По-моему, не в этом месяце. Да, я связала ее в сентябре. В конце сентября. Но эта мышка очень понравилась вам, моим зрителям. И меня попросили связать такую же мышку, свинку и снять мастер-класс. В общем, мастер-класс я сняла. Но так как у нас впереди Новый год, давайте мы сначала к Новому году подготовимся. Вот. И после Нового года я оформлю этот мастер-класс. Смонтирую. Он у меня уже отснят, он есть. Просто его нужно будет смонтировать. Я надеюсь, что файлы никуда не пропадут. Самое страшное, это если не успел залить на YouTube, главное не удалить с компьютера все файлы. Вот. Ну, а так я сняла. Если вдруг файлы удалятся, то придется мне связать еще одну такую свинку. Я вязала из Alize Angora Gold крючком номер один. Значит, мне писали, что волнуются, что не получится из полимерной глины сделать. В принципе, здесь можно просто сделать чуть длиннее лапки и просто начать их вязать черным цветом. И вот я, например, у козленка Гоши от себя сделала такое дополнение. Я вот здесь вот сделала такую утяжку, как копытца. И можно будет сделать точно так же у свинки. Пятачок тоже можно связать, утянуть его. В прошлом году у меня перед Новым годом выходил спицевый мастер-класс по свинке. И там пятачок был связан спицами. Но по такому же принципу можно связать крючком, утянуть и не обязательно делать из полимерной глины. Также здесь в ушках и в лапках проволочный каркас. Тоже проволочный каркас делать не обязательно, можно заменить. Но такой момент, если вы хотите точно такую же игрушку, как показывает мастер. Вот как я училась у очень большого количества мастеров. И я заметила, что если я хочу такую же игрушку, как у мастера один в один. Вот, например, как у такого вот ежика. У меня получилась практически копия, как у Маши. Я взяла точно такие же крючки, точно такую же пряжу. Точно так же смотрела, где расположены глазки. Точно так же по фотографии смотрела, делала копию носика. Вот, то есть делала копию. Поэтому, если вы хотите такую же игрушку, старайтесь полностью повторить от начала до конца каждый стежочек. Все-все-все, как говорит мастер. Вот, но если вы хотите что-то изменить, дополнить, что-то вам не нравится, или вы знаете, как делать лучше, конечно же, вы можете менять это. Ну, никто вас заставить не делать этого не может. Так, немножко с игрушками мы, наверное, отдохнем. И покажу, что я еще в этом месяце вязала не только игрушки. Я закончила для старшей дочки вот такую вот жилетку из слонемской пряжи. Это слонемский полушерсть слонемская. Моточки в 4 ниточки. Я вязала 8 ниточек в 2 клубочка, получается. Спицами номер... Я забыла. Я во влогах это говорила, но я забыла. Так, я вязала спицы 3,5, по-моему, резиночка. И основное полотно на спицах номер 4. Номер узора я уже не помню. Не вспомню номер узора. Это из книги японских узоров. 260 японских узоров. Вот такой красивый узор. Сверху я закончила, чтобы он был завершенный. Чтобы не уходило куда-то это листики. Чтобы не было такого. Он из ниоткуда вышел и никуда ушел. Вот. Вот такие в конце у меня все-таки получилось делать вот эти вот шишечки. И такой вариант шишечек мне очень понравился. Я тут вначале что-то путала, делала неправильно. Но в конце у меня все-таки получилось все правильно. И вот такая жилетка классная получилась. Обрабатывала края я и кордом. Сшивала плечики. У меня здесь, по-моему, скосы плеча даже не вывязаны, если я не ошибаюсь. По-моему, нет скоса плеча. И горловина просто закрыта обычной косичкой. Через голову пролазит, потому что я делала широкую горловину. В принципе, жилетка, она получилась большой проймой. Тут, наверное, и взрослая рука с размером одежды 42-44 сюда пролезет. Пройма достаточно большая получилась. Вот. Но для жилетки это допустимо. Это удобно. Можно надеть любое платье, любую кофточку и сверху утеплить себя жилеткой. Как раз у нас похолодало, дочка будет носить. Также по своей ошибке... А, кстати, на жилетку ушло у меня где-то 150... Нет, 250 грамм пряжи. Или 200 грамм. Ну, в общем, не очень много. Около 200 грамм пряжи. Также я связала вот такие вот две пары варежек. Из-за того, что я ошиблась с тем, как вязала большой пальчик. Значит, я связала вот эту варежку одну и связала пальчик на 12 петелек. Вот они у меня уходили. А вторую варежку я связала на 10 петелек. Поэтому мне пришлось связать пару каждой варежки. И у меня получилось две пары варежек. Значит, вязала я на спицах номер 3,25. Резиночки вязала на спицах 2,5. И это пряжа Alize Lana Gold 800 в три сложения. Вяжу из одного моточка, в три ниточки складываю. Узор из 260 японских узоров из журнала. По-моему, 128, если я не ошибаюсь. Вот такой узор. Я его немножко видоизменила, потому что сделала вот здесь перекресты. В узоре там расходятся жгутики в разные стороны. Мне этот эффект в варежках не очень нравится, потому что расходятся петельки. Такие варежки классные получились. Это я вяжу сувениры, подарки к Новому году для наших учителей, воспитателей. Сделать им небольшой такой комплимент. И еще вот такая вот работа. Тоже не совсем удачная была. Значит, вязала Alize Lana Gold Classic. Там где 240 метров на 100 грамм. Вязала вот такие вот носочки. На спицах 3,5. Вязала на размер 45. Получилось на размер 49. В итоге мне пришлось здесь обрезать полотно, снимать это все на спицу, вязать мысок, укорачивать. Короче, пятка получилась здесь такая хорошая большая пятка за счет подъема. Вот. В принципе, за счет этого они очень классно сидят. Носочки очень классные такие. Получились очень анатомические. Все я здесь уменьшила и все классно получилось. Пряжа мне из-за того, что я изначально вязала очень большой размер. 100 грамм мне на пару носочков не хватило. Поэтому мне пришлось резиночку здесь закончить другим цветом. Это были носочки. Ну, а дальше у меня дальше идут опять игрушки. Так, сейчас я посмотрю, чтобы ничего не пропустила. Дальше я стала экспериментировать, уменьшать размеры игрушек. И внедрять в технику вязания мишек тонировку маслом. Значит, вот этот мишка был связан первый. Я его вот так вот уменьшила. Тут получилась достаточно большая у него морда. Но он очень классный получился. Здесь анатомически у него лапки классные. Голова вот так вот поворачивается. Но вывязала я немного коротковатую шею. Следующие игрушки я уже этот эффект исправляла. Но не сразу, потому что родился потом вот такой вот мишка. У него мордочка тоньше, чем у вот этого мишки. То есть она такая поменьше. Поэтому выглядит более симпатично. Это такой более натуральный мишка. Это все-таки, наверное, такой игрушечный. Вот. Ушки у него получились очень маленькие. Ввязала я их из Ярнард Ирис. Вот. Здесь тоже коротковата шея. Но уже лучше. Уже она хотя бы прослеживается. Есть. Вот. Не полностью нитяное крепление. И головы, и лапок. Вот такие вот мешутки. Уменьшила я схему. У меня получились эти мишки по 5 сантиметров. Обычно у меня мишки около 10 сантиметров. Дальше я пообещала, что поэкспериментирую по вязанию по своей схеме. Вот такая вот мышка. Я проверяю, все ли я вам рассказала. Да, по-моему, все правильно. Так. Вот такая вот мышка. Есть мастер-класс на такую миниатюру у меня на канале. Ищите в папочке крючком. И я решила связать еще точно такую же мышку из ириса. Потому что мне написали, что из хлопка она получается не такая симпатичная. И в принципе она бы получилась точно такая же, если бы я не лоханулась. И не взяла бы такой яркий свинячий оттенок розового цвета для носика, для ушек, для лапок, для хвоста. Если бы я взяла вот такой вот нежно-розовый, практически белый цвет, такой он очень пастельный, нежный, классный. Если бы я взяла для этой мышки, то она получилась бы вообще еще даже лучше, чем вот эта вот. Но такая ворсистость придает этой мышке более натуральный вид. Здесь также полностью нельтяное крепление. Все в мастер-классе показываю, рассказываю. Ну и вот такая вот мышка у меня еще связалась. И кстати, вот в этой мышке я не делала в нижних лапках проволочного каркаса. Здесь я делала утяжку, чтобы лапки вот так вот загибались. Вот такая вот классная она получилась. Это мышки. Дальше я купила пряжу Сиена Аделия и решила уменьшать своих мишек еще меньше, чтобы они были. И уйти от 5-сантиметрового размера до 2-сантиметрового. И у меня получился вот такой вот мишка. Такой классный малыш. Совсем-совсем малыш. Здесь тоже есть ошибки. Коротковаты передние лапы. Длинноватая стопа для этого мишки. Но он очень классный. Он полностью на нитяном креплении. Вот такой вот здоровский малыш. Всего 2 сантиметра. Но он потрясающий, конечно. Мне он очень нравится. Глазки, бисеринки. Хочу еще уменьшить размер. Буду думать, как это сделать, чтобы и ворсистый он остался, и такой прелестный был. Такой вот классный мишка. Связан из Аделия Сиена. Из тоненькой. Из Аделия Сиена. Сейчас вам покажу. Вот здесь есть в Аделия Сиена. Когда мы разделяем ниточку. Есть толстая ниточка. И есть тоненькая. Вот именно из этой тоненькой. Я вязала. И у меня получился вот такой вот малыш. Я не могу им нарадоваться. Еще не фотографировала, не выставляла. Он у меня уже почти неделю. И я не могу с ним расстаться. Он мне очень-очень сильно нравится. Я от него в полнейшем восторге. Пищу от счастья. Вот. Такой малыш. Так. Я надеюсь, что там записалось это видео с маленьким мишкой. У меня... Я совсем забыла, что на телефоне видео не записывается более 20 минут. И вот 27 минут было и отключилось видео. Так. Еще я связала вот такой вот наряд для Миди Блайз. Я ее сделала тоже в этом месяце. У Миди Блайз вот так вот глазки смотрят вправо-влево. Сделала ей карлинг. Сделала макияж. Реснички поменяла. Глазки я заказывала, не делала сама. Но наряд я полностью сделала сама. Это китайский кашемир. Вот такая вот кота-шапка. Комбинезончик. И вот такие вот ботиночки. Еще я ей сделала. Такие получились ботиночки. И вот такая вот девочка у меня еще в коллекции появилась. Дальше. Я работала над елочными игрушками. Но елочные игрушки мы оставим на самый конец. У меня родилась вот такая вот мышь. Она была заготовкой. Но не совсем удачной заготовкой. В общем, получилась такая колбаса. Как я называю ее? Мышка Лариска. Крыска Лариска. Это из мультика. Не хочу обидеть никого по имени Ларис. Из мультика про крокодила Гена. Значит, у нее проволочный каркас. Вот такая вот мышуля получилась. Я ее закончила. Решила, что не надо, чтобы заготовка валялась. Нужно ее закончить. И мне очень нравится эта мышка. Она очень классная. Потрясающая. Ну, а потом я стала вязать уже правильную мышь. У меня получилась вот такая вот мышуля здоровская. В общем, эти две крыски мне напоминают мышат из мультика про кота Леопольда. Эй, Леопольд, выходи, подлый трус. Выходи, Леопольд. В общем, классные мышата получились. Но это не все с этой мышкой. Эта мышка будет, я еще не знаю, либо полностью будет продавать этот мастер-класс Аня Карелина, Алиса, не колбаса в инстаграме. Либо это будет, можно этот будет мастер-класс приобрести и у меня тоже. Но это будет платный мастер-класс. К сожалению, платный. Вот. Ну, бесплатного контента я тоже делаю много. Поэтому иногда буду разнообразить свою работу и платной работой, платными мастер-классами. Так. Вот такая вот елочка для этой мышули. Вот такие вот корзинки я еще сделала. Это все в мастер-классе будет. Как сделать такую мышку. Она не на проволочном каркасе. Как сделать такой носик. Как сделать такие симпатичные глазки. Как сделать без проволочного каркаса такие ножки. Тоже они сделаны без проволоки. И к этой мышке связан еще вот такой вот симпатичный котик, который стоит и просто в шоке. О, боже мой! Что это за елка-мышь такая? Что это за странная елка? Я хочу ее съесть. Она вкусно пахнет. Я сегодня у меня игривое настроение. Несмотря на то, что очень была расстроена с утра по поводу марафона. Так. Вот такая вот игрушка еще. Мастер-класс полностью написан. Мне осталось проверить на опечатке все. Там очень много текста. Мастер-класс просто по рядово. Там первый ряд, второй ряд, третий, четвертый. И так до конца. Только, наверное, в одном месте есть где-то с первого по десятый. Вяжите по прямой. Остальное все просто по рядово расписано. Очень подробный мастер-класс. Я устала его писать. Вот. И я думаю, что все-таки он действительно должен быть платный. Вот. Такая классная... Такие классные сувениры получились. И еще вот такая вот корзинка снимала для мастер-класса. Одну просто сделала в качестве эксперимента, вторую снимала для мастер-класса. Так. Ну и дальше у меня пойдут елочные игрушки в этом месяце. Сейчас я еще достану. Значит, я снимаю для вас серию мастер-классов по елочным игрушкам. Сейчас я все достану. Перестанут все трясти. Я отвязала полностью коллекцию. Значит, из чего коллекция будет состоять? Она будет состоять вот из такой елочкой, где мы будем ввязывать бисер сразу в полотно. Либо в мастер-классе я покажу, как пришивать бисер. Также мы будем с вами... Что я следующее вязала? Снеговичков. Значит, мы будем вязать в мастер-классе вот такого вот снеговичка в шапочке. Но я покажу, как можно оформить вот такого вот снеговичка сделать. Это тоже будет в мастер-классе. Дальше вот такой вот пряничный домик. Где второй? Сейчас, секундочку. А вот он потерялся. Вот таких вот два пряничных домика у меня. Они, в принципе, одинаковые. Вот это третий мастер-класс. Дальше мы вязали вот такой вот колокольчик в мастер-классе. И как вариант для декорации, как можно оформить этот колокольчик, я связала изначально вот такой вот. Это четвертый мастер-класс. Далее мы вязали с вами в мастер-классе вот такой вот подарочный мешочек симпатичный. Вот. Изначально у меня это в мастер-классе, а изначально был красного цвета. Далее мастер-класс по вязанию вот такого вот веночка. Значит, изначально я вязала, у меня получились здесь просветы. Я потом закрашивала краской. Но в мастер-классе ничего этого не будет. Мы сделаем аккуратненький веночек, без просветов. И я покажу, как можно ввязывать бисер, когда вы вяжете толстой ниткой. И на вашу нитку просто никакой бисер не пролазит. Никакие бусины не можете подобрать. Чтобы не пришивать, я вам покажу, как можно ввязывать бисер, когда вы вяжете из толстой нитки. Вот такой вот был веночек в мастер-классе. А это я связала до мастер-класса. Следующий мастер-класс по вязанию вот таких вот пингвинчиков. Значит, этого мастер-класса я вязала до мастер-класса. Пингвинчик связан. И здесь привалено пузико шерстью. Но такой вариант мне не понравился. Я в мастер-классе рассказала все сложности. Потому что шерсть к хлопку приваливается очень плохо. Поэтому в мастер-классе мы будем делать вот такое вот пузико из фетра. Будем его делать махристым. Все это я в мастер-классе покажу, расскажу. Это в мастер-классе. Это вязала до мастер-класса. Так, дальше. В следующем мастер-классе. Вот следующие игрушки у меня еще не готовы. Я по ним работаю. Вот у меня вяжется еще одна такая конфетка. Значит, эта конфетка связана и сделана без проволочного каркаса. Выполнена в технике жаккард крючком. Покажу и расскажу в мастер-классе, как это делать. Это сюда относим. И последние два мастер-класса мы свяжем вот такого вот гномика. И вот такого вот Деда Мороза. У Деда Мороза здесь есть даже ротик. Немножко его по-другому оформим. Более аккуратно расскажу, как это сделать в мастер-классе. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, быть в курсе и связать такие классные игрушки. Значит, вот эти вот игрушки еще будут пополняться. И вот он полностью, комплект игрушек елочных, которые мы будем вязать. Здесь 10 игрушек. Вот. Я думаю, что вам комплект этот такой очень-очень понравится. Кстати, изначально у меня была связана вот такая вот елочка в виде брелочка. И все игрушки, как вы видите, я оформляю в виде брелочков не потому, что я не хочу их использовать как елочные игрушки, а потому, что это универсальное крепление. Можно и на елочку повесить, можно и брелочкам подарить. Вот. И мне просто не хотелось искать красивую ниточку серебристого или золотистого цвета и делать на эту ниточку крепление. Я решила сделать вот таким вот образом. Я еще не знаю. Возможно, я буду дарить как сувенир на Новый год. Ну, а так, я уже говорила в одном из влоги. И, конечно, представьте эту картину. Значит, вы берете коробочку какую-нибудь красивую, кладете туда бумагу тишью, немножко стружечки какой-нибудь крафтовой цветной и укладываете вот так вот красиво все 10 игрушечек вот эти вот. Сверху заворачиваете аккуратно бумагой тишью, завязываете красивую серебристую ленточку, закрываете коробочку и дарите какому-нибудь очень важному для вас человеку. И вот эти вот игрушки будут служить на протяжении многих-многих лет, многих поколений, потому что эти игрушки не бьются. Они будут долго служить, потому что связаны. Из 100% хлопка для работы я использовала Vito Cocoa. Вязала крючком 1,25. То есть, игрушки эти прослужат много-много лет. И это такой, на самом деле, очень памятный, очень важный подарок. И я считаю, что это того стоит. Немножко напрячься. Каждая игрушка вяжется буквально за день. То есть, 10 дней, и у вас такой вот замечательный подарок. Если очень сильно напрячься, можно и 2-3 игрушки за день связать. Так, наболтала я очень быстренько. Мне нужно через 10 минут уже убегать. Наверное, все. Я вам показала, рассказала, что я связала. Сейчас еще проверю. Да. Месяц получился очень плодотворный. Значит, завтра у нас остается последний день октября. Завтра четверг. И знаете, завтра я, наверное, и выпущу это видео. Порадую на этой неделе вас тремя видео. Вот. За это, пожалуйста, поставьте мне лайк. Подпишитесь. Напишите комментарий. Хотя бы сердечко какое-нибудь в комментарии отправьте. Хотя я хочу сказать большое спасибо за то, что вы пишете такие большие комментарии. Мне всегда вам хочется в ответ написать тоже какой-нибудь большой, очень добрый комментарий. Но я вообще человек асоциальный, дикий человек. Мне очень сложно общаться с другими людьми. Поэтому я не хочу выходить на работу. Сижу вот дома, вижу. И хотя бы я привыкла общаться со своей камерой. Это уже большой прогресс для меня. Это большое достижение. Ну а что у меня здесь будет дальше двигаться? Значит, я вяжу еще носочки. Следующие носочки такого коричневого цвета. На спицах номер 3,5. Я буду вязать от манжеты вниз. Это будут мужские носочки. Так что, ну я не закончу их до завтра. Это 100% я уверена. Потом я обязательно до завтра мне нужно практически закончить эту конфетку. Довязать полностью ее длину. Для того, чтобы завтра снимать новый мастер-класс. И потом мне еще надо будет снять еще два мастер-класса вот на этих человечков. Гномика и Деда Мороза. Значит, буду заниматься еще двумя мастер-классами. Но закончу я уже, получается, мастер-классы в ноябре. И мастер-классы эти все выйдут в ноябре. Я думаю, что до 15 ноября выйдут все-все-все мастер-классы. Будет 10 мастер-классов. И, наверное, я сниму еще одно такое. Когда я все-все-все довяжу, сниму видео. Расскажу про игрушки все подробно. Для того, чтобы те, кто потихоньку подписывается, чтобы вы знали, что вязать. Не все смотрят видео с готовыми работами. Не все смотрят видео-влоги. Хотя влоги у меня рукодельные. Еще раз вас прошу, пожалуйста, смотрите влоги. Потому что я там очень много всего рассказываю. Да, иногда я вплетаю в какие-то темы из личной жизни. Но это просто мои рассуждения. Во влогах я просто могу порассуждать, пожаловаться, поплакаться. И мне становится легче. Кстати, вот я как-то во влоге жаловалась, что ребенок с меня не слазит в младший. Постоянно на мне висит. И никуда не хочет от меня уходить. Спит на руке, меня не отпускает. Я лежу рядом, а она, получается, спит у меня на руке. В общем, я поплакалась, что мне это тяжело переживать. Потому что предыдущие два ребенка очень хорошо в это время уже ложились отдельно от меня в свои кроватки. Я пожаловалась во влогах. Меня девочки поддержали, рассказали свои истории. Большое спасибо вам за это. И знаете, мне стало как-то легче. Я уже спокойно отношусь к этому. Хочешь спать на мне? Пожалуйста. Хочешь спать у меня на руке? Пожалуйста. Хочешь постоянно висеть у меня на ручках? Пожалуйста. До 18 лет постоянно она на руках не сможет у меня быть. И я думаю, что это последний ребенок, когда она такая маленькая. Больше маленьких детей я не планирую. Муж планирует, а я нет. Ну, это у нас такие разногласия с ним, потому что я устала. Вот. А он еще деток хочет. Ну, будем этот вопрос как-то решать. Я пока не планирую детей. И решила, что вот эти вот минуты счастья, когда маленький ребенок рядом, нужно воспользоваться этим в последний раз, для того, чтобы потом, когда дети вырастут, не жалеть, что я ее когда-то стала отталкивать от себя. Вот. Поэтому во влогах я делюсь именно этими моментами. Вот как именно сейчас с вами этим и поделилась. Ну, а на этом все. Я рассказала все готовые работы. Я даже их не считала, сколько у меня получилось. Получилось очень много. Значит, из больших работ носочки раз, две пары варежек и жилетка раз, два, три, четыре. И игрушки, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это восемнадцать. Девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. О, боже мой. Двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре. и 5 маленьких жирафов, 49, и комплект для куклы, 50, 50, и 4 большие работы, 54 работы за этот месяц, аплодисменты мне, я молодец, да, не завидуйте, я очень сильно не хочу выходить на работу, поэтому очень много вяжу, очень много, я не знаю, насколько долго у меня, мои руки, спина и шея позволят мне это делать, но пока я могу, я очень активно развиваю свой канал, поэтому помогите мне в этом, я не прошу никакой спонсорской помощи, просто, если вы вяжете по моим мастер-классам, обязательно указывайте меня как автора, во-первых, я буду видеть эти работы, и буду ставить вам лайки, в инстаграме я делюсь в стори с вашими работами, и если вам не сложно, то те видео мастер-классы, которые вы смотрите, которые в бесплатном доступе, если не сложно, поделитесь ими, пожалуйста, в соцсетях, чтобы больше людей узнало, что есть бесплатные мастер-классы, я думаю, что это очень хорошие мастер-классы, я делюсь с вами всем без утайки, ничего за кадром не прячу, все показываю, все как оно есть, если что-то не получается в мастер-классе, все это вы видите, я помню тот момент, когда я вязала вот эту вот мышку, и когда пришивала верхние лапки, у меня порвалась нитка, все это в мастер-классе осталось, я ничего не вырезала, ничего не подшлифовывала, не показывала, что вот у меня все так идеально, получается все прекрасно, нет, я показываю все вот эти вот косяки, которые есть, да, то, что как у меня не получилось сделать валяние, хотя изначально было задумано валяние, как у меня не получилось сделать хорошо вот такой веночек, я рассказала, как исправить эти ошибки, делюсь с вами всем, поэтому впитывайте как губки всю информацию, если вы занимаетесь игрушками, это поможет вам в дальнейшем создавать свои прекрасные работы, все, на этом все, еще раз прошу вас, поставьте пожалуйста лайк, пишите комментарии, мы с вами очень скоро увидимся, через пару дней выйдет влог, вот, поэтому до новых встреч, увидимся скоро, пока-пока!